После завершения своих похождений в городе Кунасаки, Ишида и Димон решили, что пора им все-таки обзавестись собственным бандитским логовом, создать плацдарм, на котором они начнут строить свою империю и зарабатывать свои, возможно, даже миллионы. Но все это дела будущие, сейчас им нужно заработать денег. Плюс ко всему, без базы они не могут получать деньги от партнерства, которое они заключили в Кунасаки, поэтому необходимо выбрать центр их преступной деятельности, откуда будет расширяться и становиться великой их преступная империя. Для этого друзья выбрали город Вострум, столицу Южной Империи, потому что он находится довольно-таки недалеко от родины Димона, страны Ливония, которая сейчас находится не только на грани гражданской войны, но также воюет еще и со своими главными соперниками, орденом еретиков Западной Империи и городом-государством Ориорум. Так что в данный момент правители Ливонии буквально-таки окружены, у них остался всего лишь один город и один замок, и то замок, скорее всего, они вот-вот потеряют, и после потери города гражданская война будет окончательно проиграна, и уже новые правители придут к власти в Ливонии. Но в данный момент Димону и Шиди до этого нет дела, потому что они никак не могут повлиять на данные события, им нужно заботиться в первую очередь о себе. Поэтому по пути в Остром они постараются поучаствовать как можно большем количестве турниров, что попадутся им на пути, так как Димон стал более хитер и расчетлив, и теперь он может ставить на себя или же свою команду по целых тысяче монет за один раунд. Соответственно, если он выиграет один такой турнир, то довольно-таки неплохо озолотит свою команду. И первый же турнир наша команда выигрывает, получив практически 15 тысяч золотых всего лишь за один турнир, плюс еще довольно неплохие наплечники. Второй турнир они также выиграли, получив опять практически 15 тысяч и булаву в подарок. Прибыв в Острум, Димон и Шида узнают, что здесь всеми делами заправляет Техиклекса Медауст, и они начинают потихонечку заручаться ее поддержкой, чтобы потом скинуть ее вниз пищевой цепочке. В итоге через месяц Димон и Шида смогли добиться уважения Техиклесы, и у нас с вами новая дуэль за возможность партнерства. Но она еще не знает, что вместо партнерства мы предпочтем создать здесь собственную базу и выкинем ее на улицу. Ну, в общем, как я и говорил, создаем свою банду и организовываем логово в этом городе. Великолепно. Теперь у нас с вами есть своя база, есть небольшое количество денег, да, их меньше, чем могло бы быть, потому что Димон и Шида немножечко приоделись. После создания своего бандитского логова Димону было необходимо назначить главного над этим логовом, кто руководил бы всеми подпольными делишками нашей организации. И выбор пал на Дювейна Гиену, у которого наивысший среди всех нас навык мошенничества, и кто, как не он, мог бы с этим справиться. Что ж, первым делом, думаю, мы с вами откроем игровой зал. Для запуска нас с вами потребуется 20 тысяч динар. И что ж, после открытия игрового зала, как мы видим, наша доходность выросла, и мы с вами будем после этого получать по тысяче монет еженедельно, а не ежедневно, прошу заметить. Это довольно-таки важно. Думаю, если подкопить еще немножечко монет, можно, в принципе, запустить и бордель. Контрамада тоже довольно неплохой момент, но там нужно минимум 3 человека, чтобы это дело приносило действительно хорошую прибыль. Так что сконцентрируемся на игровом зале и на борделе. Это будет самое оптимальное. Но, опять же, нужны деньги. Допустим, тот же самый комфорт у нас с вами не улучшается. Видимо, нужно закинуть немножечко бабла в улучшение. Но, как видите, еженедельная стоимость тоже значительно вырастет, из-за чего, ну, сами понимаете, с деньжатами будет напряг. Так, после этого мы с вами даже, скорее всего, будем уходить в минус. Мне бы лично этого не хотелось. Как я понимаю, после улучшения плюс один мы с вами сможем комфорт докачивать до десяточки. То есть, качаем улучшение на плюс два будет до двадцатки и так далее, и так далее. То есть, на это все дело нам с вами нужны деньги, которых у нас с вами, мягко говоря, не так уж и много. Так что нашим ребяткам, как ни крути, необходимо еще немножечко подзаработать. Скорее всего, на турнирах. Потому что в данный момент это гораздо более прибыльная деятельность, нежели мошенничество и так далее. Плюс нужны еще специальные войска-головорезы, которые могли бы с нами постоянно участвовать в каких-то разборках и так далее. Но таковых людей у нас нету. Что касаемо командира бойцов, то есть, необходимого для проведения операций, его, пожалуй, нанимать пока что мы с вами не будем. Потому что мы с вами даже не вассал какого-то королевства. Соответственно, кому-нибудь подсирать, так скажем, у кого-нибудь воровать лордов, людей, земли и так далее, и так далее. Все это нам с вами пока что не нужно. Поэтому и держать лишнего спутника, который будет, скорее всего, жрать часть наших денег из прибыли, нам с вами это дело в общем и целом не надо. Поэтому и заниматься этим не будем. Плюс еще партнерство, как мы видим. То есть, мы еще дополнительно будем получать с партнерства немножечко деньжа. То есть, по факту, наша доходность будет выше девяти сотен монет. Скорее всего, полторы-две тысячи примерно такого рода она у нас с вами будет. Если, конечно, в эту ожидаемую прибыль не входит игровой зал, а скорее всего, этого нет. Просто раньше писалась прибыль, видите, еще от партнерства вот здесь вот. Но почему-то сейчас не пишется. Возможно, нужно просто подождать. Ну что ж, а пока что Ишида и Димон пойдут еще посражаться на турнирах, заработают немножечко денег, вернутся и откроют собственный бордель. Кстати говоря, Ливония выиграла, на мое удивление, войну против восставших. И власть осталась все у того же правителя Ливонии, который и был. А именно, Фолькуин или Волькуин, я честно не уверен. И мне еще кажется, что кланов у них как будто стало больше. Но я, конечно, не считаю клан наемников. А вот вообще кажется, будто их стало больше. Но ладно. Это уже дело десятое. Мы с вами пока что идем зарабатывать деньжат. Для этого, кстати говоря, мы можем воспользоваться портом. Он есть у всех прибрежных городов. И из порта мы с вами можем отправиться, например, в Либерартис. А оттуда уже быстренько переместимся с вами в Бужеву, а потом вот в Рифчаут. Где мы с вами и будем участвовать в двух турнирах. Кстати говоря, вот так вот выглядит у нас с вами поездочка. Бам-бам-бам. И мы с вами просто-напросто переместились. То есть ничего сверхъестественного. Как, возможно, кто-то мог ожидать вообще от доков и вот таких вот морских перемещений. Турнир в Бужеву мы выиграли. Получили какую-то Ливонскую тунику, которая потенциально может быть лучше снаряжения, которое мы сейчас экипировали Димону до Ишиди. Ну, в общем, посмотрим. Кстати говоря, нет. Немножечко я здесь ошибся. Все-таки кораблики, так сказать, здесь есть. Правда, шагают они не по волнам, а по дну океана. Но, тем не менее, какие-то кораблики здесь все же есть и спокойно можно перемещаться по воде. И не обязательно было прибегать к помощи порта, который не только нам не помог, но еще и тысячу монет у нас с вами забрал. Что довольно печально. Но, тем не менее, мы все-таки зато теперь узнали, что здесь еще и плавать по воде можно. Вернее, по дну, ну, суть, думаю, вы поняли. Ну, и последний турнир, конечно же, нашей команде абсолютно не предоставил каких-то сложных задач. И еще 15 тысяч отправляется к нам в копилочку. Итак, у нас с вами уже более 40 тысяч. Это очень даже неплохо для того, чтобы наш бизнес потихонечку, но все-таки рос. Итак, что же мы с вами сделаем? Ну, первым делом, как я сказал, поставим с вами бордель в Оструме, потому что, ну, почему бы и нет? Это как ни крути деньги. Итак, ставим с вами бордель. Наша прибыль вырастает до 2 200 в неделю. А в неделю это, мягко говоря, маловато. То есть нужно улучшать комфорт для того, чтобы деньги продолжали капать и так далее, и так далее, и так далее. Все это, конечно, хорошо. У нас осталось с вами еще 16 тысяч, которые смело можно куда-нибудь вложить, начать получать какие-то бабки и так далее. Напоминаю, кстати говоря, что у нас с вами версия 1.7.1, то есть до 1.8.0. Соответственно, какого-то ребаланса караванов и мастерских еще не было. То есть мы с вами спокойно можем воспользоваться двумя моими лично проверенными точками для того, чтобы получать хорошие бабосики. А именно Зионикой с ее пивоварней и Ротая, аналогично с ее пивоварней. Довольно-таки хорошие города, поставишь туда эти пивоварни и будешь долгое время получать бабки. По крайней мере, до тех пор, пока Димон не вступит в королевство Ливония и не захватит там власть. Кстати говоря, по прибытии в Зионику узнается, что мы можем повысить себе отношения на плюс 10 сразу с неким Эморисом-ублюдком, который является главой преступного мира города Зионика. И я думаю, это очень неплохой бонус, который можно, естественно, воспользоваться и быстренько стать партнером вот этого вот человечка из Зионики. Тем более, что он здесь еще и мастерская есть. Так что, думаю, это был бы довольно-таки неплохой бонус. Да, был бы, если бы Димон не ошибся. Оказывается, городом руководит Лавалио с коса, а мы использовали возможность повышения отношения не с тем бандитом. Вот это вот довольно-таки неловкий момент, как мне кажется. И вот спустя полтора месяца своих развлечений на турнирах, заключения различных партнерств и так далее, Димон решает вернуться в Острум и видит, что армия Ливонии пытается его взять. Правда, с небольшой оговорочкой. Она стопроцентно здесь продует. И непонятно, зачем они вообще на это дело решились. Но, тем не менее, тем не менее, они еще и стали пленниками города в Острум. Это, конечно, просто максимально тупейшая ситуация. Но мне искренне интересно, что бы было с моим логовом, с моим бизнесом, если бы они все-таки смогли сделать задуманное. Прям очень интересно. Но, как говорится, проверять я этого, конечно же, не буду. Кстати говоря, комфорт у нас с вами повышается, как и прибыльность этой территории. Вопрос лишь в цене. Но я вроде бы ничего даже не плачу. Смотрите, вот комфорт как бы... А, все, уже перестал повышаться. Почему так происходит, непонятно. Дело, видимо, все-таки не в улучшениях. Плюс еще нет какой-то подсказки. Что за улучшения? На кой фиг эти улучшения нужны? И так далее. То есть мы видим, вот это вот все, типа комфорта, не прокачивается с улучшениями. Вот тогда на кой черт они нужны? Что дают эти дурацкие улучшения? Я абсолютно не понимаю. А комфорт, как таковой, полагаю, прокачивается через какое-то время. То есть можно его увеличить, тем самым вырасти в прибыль. Это окей. Это мы с вами более-менее поняли. А вот остальное немножечко непонятно. Кстати говоря, контрабанда. Так, сколько она сейчас начала мне приносить? Это она сейчас начала мне приносить много-много тысяч. Потому что, ну, допустим, деньги за это дело я, ну, типа не платил. Поэтому я и не могу врубиться. Че, кого и как вообще здесь происходит. Очень-очень странно. Я бы сказал, но еженедельная прибыль выросла до 5 тысяч. Так что здесь явно грех жаловаться. И мы, как минимум, здесь зарабатываем довольно-таки здоровые бабки. Так что Димона это более чем устраивает. Вопрос лишь том, опять же, как это все дело расширить. Наверняка есть возможность масштабирования. Но если мы включим те же улучшения, как я и сказал, это минус. Минус это, естественно, плохо. Хотя, возможно, именно включение этих самых улучшений ускорит набор этого комфорта. Я не особо понимаю, но думаю, можно подождать недельку-другую для проверки. То есть, возможно, у этих улучшений все же будет какой-то, не знаю, сакральный смысл или типа того. Итак, прошла у нас с вами примерно игровая неделя. Что ж, давайте попробуем что-нибудь прокачать. Как мы видим, у борделя комфорт немножечко повысился. У игрового зала тоже. Количество людей в контрабанду мы нанять больше не можем, к сожалению. Хотя мне бы очень хотелось. А, возможно, стоит менять конь командира бойцов. Особенно, учитывая, что у Димона был кое-кто на примете, осталось лишь его вновь найти. Довольно неплохой был спутник, у которого было прокачано и мошенничество, и какие-то более-менее лидерские качества. Они необходимы для того, чтобы хорошо руководить боевым отрядом и так далее. Блин, хуру принц, слушайте, он прям отличный плут. Возможно, он мне все равно пригодится так или иначе для, допустим, второго моего логова, которое тоже теоретически можно построить. Оно будет приносить не какие-нибудь деньги. Так что этого товарища определенно стоит завербовать, как минимум, на будущее. Ну и что-то я вообще не вижу, чтобы кто-нибудь здесь был. То есть вот эта вот дама с разведкой, мисс Черная, ее, думаю, можно будет использовать. Но вот принц, он пока что для нас лишний. Итак, два новых спутника прибыли к Димону. Что ж, давайте посмотрим, кого можно назначить на должность командира бойцов. Закинем этих товарищей вот сюда и после этого посмотрим. Итак, у нас есть выбор хакер принц или сатильт черная. Я просто не вижу каких-то бонусов, ведь раньше они писали здесь. Очень странно на самом деле. Бонусов реально не вижу. Поселение, вернуть что-то. Вы можете показать вашим бойцам вернуть территорию и потратить 3 авторитета, а можете сделать это лично. Вернуть мои территории имеется, так полагаю, в виду мои партнерства. Но ладно, это уже дело другое. Так, здесь у нас вкладка бандитских группировок, которая пишет, что сила бандитской фракции должна быть выше 500. Каждое обнаруженное убежище даст одно очко мошенничества и 3% к вашей сети схем. Ничего не понятно, но очень интересно. Так, нам с вами безусловно необходимы какие-никакие рекруты бандитские. К сожалению, таковых у меня нету, но можно попробовать выкинуть, допустим, не знаю, вот этих вот лучников. Чисто ради интереса. Я просто не знаю, будут ли использоваться они как бандиты и, видимо, нет. Видимо, нужны полноценные рекруты. Также есть склады, но это по факту тайники просто-напросто. Здесь ничего интересного нету. Поддерживание влияния уменьшает коррупцию в вашем бизнесе, увеличивая прибыль ценой расхода вашего авторитета. Очень даже неплохо, а то коррупция просто конская, я бы сказал. Так, прокачка еще небольшая, она здесь с вами снова доступна. Но почему количество людей не увеличивается? Что же я делаю не так? Абсолютно не могу понять. Так, сетерей-круты мне здесь засчитались. Все-таки это хорошо, то есть можно нанять всяких бомжей и закинуть их в качестве наших бойцов. Потенциально это должно добавить какой-то силы нашей фракции или чего-то в этом роде. Ну и учитывая количество поселений, думаю, я могу создать еще одну собственную территорию с игровым залом, борделем, контрабандой и так далее, и так далее, и так далее. Хотя меня все равно беспокоит уровень коррупции. Ну, жрать 2000 тупо от коррупции довольно-таки многовато, как мне кажется. Я, конечно, не, так сказать, уверен, но все равно. Да, и до второго уровня клана операции недоступны. У нас всего лишь первый уровень, но, кстати говоря, на втором уровне клана Димон сможет наконец-таки присоединиться к Ливонии. С уже довольно-таки неплохим бандитским логовом, которое будет приносить ему постоянно небольшую, но все-таки прибыль. Что ж, я побегал по деревням, этого стало довольно-таки мало, то есть там никого интересного, к сожалению, не было нельзя. Поэтому мы с вами наймем головорезов. У нас здесь с вами есть гастаты, скрытые пешки, искрящиеся элефт-хероицы и страженного бранца. То есть по факту это плюс-минус все войска, которые есть у кланов наемников. То есть благодаря этому моду вы можете всех этих товарищей нанимать. Но я помню, что триарии просто больные ублюдки. Они просто чокнутые, поэтому я нанимаю просто 15 этих бомжей. Анять можно именно столько, сколько ты выберешь вот в этой вкладочке. И стоит это, поверьте мне, очень дорого. Но, опять же, прозвучит глупо, но как факт. Оно того определенно стоит. Нет, перед тем, как я их отдам, в принципе, знаете, что я сделаю? Я заберу вот эти тоже войска. И мы с вами немножечко воспользуемся ареной. Так, стоим бы. Где у нас прокачка наших войск? Видимо, нужно немножечко подождать. Пришлось сдвинуть в рифчаут, который, кстати говоря, захватили лирионцы. Для того, чтобы прокачать наших пешек и прочих болванчиков. Вы, думаю, сами видите, какое количество опыта здесь дают. Это довольно-таки неплохо. Но чем, как бы, больше ваших войск, тем, естественно, дороже стоит прокачка. И прокачивать их можно раз в три игровых дня. Но, тем не менее, можно уже вернуться в Острум, прокачав этих солдат. Которые, кстати говоря, немножечко ранены, но это мелочи. И у нас уже будут реально неплохие бандиты. Да и при том еще боеспособные. Интересно. Один из, так сказать, чувачков нанялся сам по себе. Слушайте, таких вот южных бандитов, во-первых, я ни одной группировки не видел. И, по всей видимости, наниматься они будут сами по себе. То есть, мне не обязательно было заниматься принципами и так далее. То есть, видимо, наш командир будет сам набирать бойцов. Не знаю, честно, из какой логики он вообще здесь исходит. Так, стоям бы. Вот они куда нужны улучшения. Улучшения нужны для того, чтобы нанимать больше людей. Мать его. Вот оно зачем. Я нашел скрытый, мать его, смысл. Вот оно что. И чем больше улучшений, тем больше людей будет на контрабанде. Тем больше я буду получать денег. Слава Бубликам, я наконец-таки врубился. И плюс мы с вами будем получать, ну, вернее, на складе будет у меня копиться, не знаю, какие-то товары, видимо, от контрабанды или от чего-то еще. Слушайте, это дико-дико интересно. Оказывается, я не знал и части происходящего. Кстати говоря, у меня всего лишь один из трех этих поселений, это переулки. Потому что мне дважды уже написали, что мой переулок в городе Вострум был захвачен. И, соответственно, нужно его каким-то образом вернуть. Мы можем вернуть его собственноручно, либо же потратив на это шесть авторитета. Но, естественно, мы с вами сделаем это собственноручно. А вот и засранцы, что отобрали переулок у Димона. Так, просто прохожу мимо. Что здесь происходит? Что ж, если вы спрашиваете, мы заботимся о честных людях, следим, чтобы никто не разгромил их мастерские. А если не хотят дать нам монетку-другую в знак благодарности, кто ж против? Также, предположим, кто-то хочет купить товар, а не хочет платить таможенный налог. Мы могли бы помочь тому человеку, также помогаем тем, кому не повезло. Дадим им кошель денег, чтобы они могли продержаться с небольшим спекулятивным интересом, естественно. И, кстати, мы не принимаем приказы от кого-то, только от того, на кого работаем. Техеклеса Медауст, которую мы с вами выкинули, как я думал, из этого города. Но нет, но нет. Здесь всё гораздо-гораздо сложнее. Она осталась и отбирает назад свою территорию. Я не принимаю приказов от таких, как вы, болтливый, да, на него, парни. Но у нас здесь двое с Ишида, и, думаю, Ишида здесь мне поможет. Да, кстати говоря, отрубил, судя по всему, руку этому парню. Вообще, парням здесь не везёт. Я часто кому-то что-то отрубаю. Но суть не в этом. Вы очистили очинов банды территорию, которую они претендуют. Хотите ли вы остаться здесь, чтобы убедиться, что остальные не попытаются вернуть её обратно? Конечно, попытаемся. Вы видите, как вдалеке начинают собираться люди грубого вида. Вы подозреваете, что они ждут подкрепления, поднимая боевой дух в преддверии битвы. Вы ждёте, пока они подойдут. Что у нас здесь? Я слышал, что вы избили нескольких моих парней. Значит, вы круче, чем кажетесь. Но я вам скажу, что это может плохо для вас закончиться. Уходите сейчас, и я оставлю вас в живых. Останетесь, и я дам вам бой, от которого вы не уйдёте. Мы готовы ко всему. Ну что ж, погнали. Что-то мне подсказывает, что этот бой будет явно не в их пользу. Нас здесь немножечко больше, а у них всего лишь Техехлеса Медауст, Мастер Бандит и всё. А у меня Ишида Безумный, Дювейн Гиена и ещё парочка помощников. О, Техехлесу вообще с плюхи выносят. Ну и её подручного, соответственно, тоже. Видимо, мы изрядно потрепали её банду, когда забрали всю территорию. И у неё даже нет людей, чтобы напасть на меня. Это, конечно, разочаровывает. Зато мы немножечко поживились. Но суть была, конечно же, не в этом. Мы с вами победили банду, которая храняла свой район. Давайте посмотрим. Да, мы с вами вернули себе переулок. И я так понимаю, это должно теоретически немножко поднять нам ожидаемую доходность, прибыли или что-то в этом роде. Но, чтобы в этом убедиться, давайте поручим Димону взять ещё один переулок, который мы потеряли. Кстати говоря, возможно, мы их теряем именно потому, что у нас с вами не было рекрутов, которые бы его защищали, так же, как у Техелесы Медауст. И действительно, после возвращения всех территорий у нас с вами немножечко поднялась доходность. Это очень даже неплохо, я считаю. И, соответственно, оказывается, что нужно держать свои территории под контролем. Но благо у меня всего лишь одна территория, поэтому париться на этот счёт особо не придётся. Но если я заведу себе второе бандитское логово, оно, конечно, да, будет приносить мне хорошие деньги, безусловно. Но за него нужно будет сражаться. С другой стороны, здесь будет постоянно пополняться склад различными ништяками вроде еды. И, конечно же, будут различные бандитские операции, но это уже в будущем, когда клан Димона и Ишиды немножечко подрастёт. Ну что ж, дамы и господа, на этом данная серия подходит к концу. Надеюсь, вам понравилось. А с вами был Кит, и всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok